Все болеют футболом, в том числе и наш следующий герой, точнее героиня. Теперь Party for Everybody Dance. Броновские бабушки в Петербурге, звезды Евровидения. Уже успели выступить на одном из мероприятий города, славянской ярмарки. Ну и в нашей студии три представительницы этого замечательного коллектива. Художественный руководитель Анна Прокопьева, а также солистки Екатерина Антонова и Татьяна Четкарева. Вот сейчас я очень рада, конечно, вас приветствовать. Ну что ж, Петербург, точнее погода в Петербурге, довольно прохладный прием, вам устроило довольно холодно и ветрено. Гостеприимство жителей нашего города как-то компенсировало погоду, расскажите? Безусловно, потому что мы даже не почувствовали эту погоду. Настолько горячий, теплый прием был, энергетический обмен между зрителем и нами, исполнителями. И поэтому казусы погоды мы не почувствовали. Я вижу, что вы не только с гармонией, но и с мячом футбольным. Сегодня матч сборной России и Англии. Я знаю, что вы записали какую-то поддержку нашей команде. Можете сейчас воспроизвести? Да, конечно, у нас ведь в 11 городах будет проходить чемпионат мира, и поэтому мы вот уже в третьем городе работаем со своей программой, посвященной чемпионатом мира по футболу. Это Москва, Санкт-Петербург. И вот перед Санкт-Петербургом у нас был концерт в Самаре, и мы там видеоклип записали с обращением вот к ребятам. Пожалуйста, Екатерина, начни. Замечательная наша сборная. Леонид Викторович и ребята, мы вас приветствуем в Санкт-Петербурге. Желаем вам только удачных матчей, скорой, красивой и результативной игры. Мы будем болеть за вас со всей России, переживать и поддерживать вас. Ну и кидали там мяч, тут, наверное, нельзя. Куда без мяча, конечно. Если есть ружье, оно должно выстрелить. Но сегодня вернемся пока к чемпионату Европы. Сегодня матч, как я уже сказала, между сборной России и Англии. Сами будете этим вечером болеть в 10 часов? Можно ли будет у вас увидеть в спортклубах Петербурга? Может быть, не сначала, но потом будем болеть, потому что у нас 8 часов выступления. И после выступления, да, наверное. Кричалки есть у вас какие-то задорные, убойные? Вы знаете, я еще та болельщица. Очень эмоционально, я даже не знаю, как я буду кричать. Потому что очень переживаешь. Это же наши дети, понимаете. Вот я, например, говорю, ребята, за вас же вся Россия болеет. Не подкачайте нас. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, вы меня слышите. И посылайте, стараясь свою энергетику, говорят, мысли материальные, да. И вот настолько я болею, это вообще иногда даже плохо со мной становится. Я иду на кухню, чай пью. Скажите, когда вы вот так активно болеете за наших футболистов, выигрывают? Какие перспективы? Букмекеры сегодня ставят на то, что все-таки возьмет верх Англия, а не сборная России. О, Господи, боже упаси. Боже упаси. Ребята наши должны не подкачать нас. Вы что? Мы за них очень-очень болеем. Мы им посылаем, вот, как сказать, свои флюиды, свою энергетику на расстоянии, чтобы они все-таки победили. От всей души желаем этого. Ну, вот вы уже сказали, да, что готовите новую программу к чемпионату мира по футболу. Исполните сейчас одну из композиций, вот совсем новенькую. Да, эта композиция называется «Мне снова 18». И наши новые программы, посвященные вот как раз чемпионату мира по футболу, называется «Мне снова 18». Катюшенька. Восемнадцать, мне снова 18, я хочу петь, танцевать и влюбляться. В твоем сердце занять свое место, я хочу быть твоею невестой. Восемнадцать, мне снова 18, я хочу петь, танцевать и влюбляться. В твоем сердце занять свое место, я хочу быть счастливой невестой. Да, ну как можно проиграть, когда болеют за нашу сборную такие прекрасные бурановские бабушки, у которых даже кричалки уже есть, для того, чтобы тоже поддерживать нашу команду. А скажите, ту песню, которая покорила всю Европу на Евровидении, сможем мы услышать? Сможет ли мир весь услышать на чемпионате по футболу? Безусловно, конечно, это же бренд нашего коллектива, и без этой песни как бы… Иногда и, сами понимаете, раз уж столько уже исполняется этой песни, не всегда хочется исполнять. Но все равно, когда выходишь на сцену и просят, как можно отказать зрителю. Зрители – это ведь самые любимые наши люди. Ну что, устроим пати for everybody dance? Да, конечно, пожалуйста. Зрители – это ведь самые любимые наши люди. Зрители – это ведь самые любимые наши люди. Зрители – это ведь самые любимые наши люди. Девушки отдыхают Нас, знаете, радует Ну, вроде, мы все же такие бабушки, хоть мы и поем 18 лет нам, да? Очень радует, как нас встречают молодые люди Когда молодые парни нас обнимают, целуют нам Тут же действительно 18 лет исполняется А что, много таких молодых парней, которые обнимаются, целуют? Ой, конечно, конечно Ну что ж, спасибо вам большое Спасибо, что вы пришли в нашу студию Live78 Надеюсь, что погода тоже не подкачает Сколько вы еще времени проведете в Петербурге? Мы завтра рано утром в Мужьями, 12 июня Нас могут смотреть на Красную площадь Мы будем петь с Николаем Басковым Ну и будем надеяться, конечно, что сегодня вечером в 10 часов Наши футболисты, наша сборная России Выступит не хуже, чем бурановские бабушки Я думаю, что можете поискать Все будет сегодня в спортклубах Петербурга Болеть будут Они, я думаю, что вы их даже услышите Напомню, в студии Live78 Были художественные руководители коллектива Бурановские бабушки Анна Прокопьева, а также солистки Екатерина Антонова и Татьяна Ческарева Субтитры создавал DimaTorzok